Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Вчера утром биткоин стоил 73 тысячи долларов. И все думали, эй, рынок выглядит очень хорошо, биткоин будет продолжать расти. Все было очень оптимистично. Но затем биткоин упал до 68 тысяч долларов, и теперь все ожидают 12 тысяч долларов за биткоин. Вопрос в том, закончилась ли эта коррекция, или же это начало чего-то гораздо-гораздо большего. Именно на этот вопрос мы и собираемся найти ответ в сегодняшнем видео. Добро пожаловать на канал, где мы регулярно говорим о криптовалюте, финансах и экономике. Подпишись и поставь лайк. Итак, это двухнедельный график биткоина. А этот индикатор называется Personal Hybrid Indicator. Фактически это смесь из трех индикаторов. И мы видим, что цена биткоина сейчас находится в этой желтой зоне. Но что это значит? Когда цена находится в этой верхней желтой зоне, актив перекуплен. Когда же она находится в нижней, актив перепродан. И если мы находимся вот здесь, на территории перекупленности, тогда не стоит покупать биткоины в этой зоне. Это буквально самая перекупленная зона в истории биткоина. Когда же в последний раз мы были так высоко раньше? За последнее время было только несколько раз, когда мы были выше. Это вершина 2021 и вершина 2017, а также 2013 и 2011. В истории биткоина было буквально 4 точки, в которых перекупленность рынка была выше, чем сейчас. Но исторически так сложилось, что каждая такая точка в прошлом предшествовала очень большой коррекции цены. Например, вот здесь эта точка, здесь, здесь и здесь. И самая маленькая коррекция из них составила около 40%. У нас есть еще несколько точек, которые зашли в эту желтую территорию. Например, вот здесь в июне 2017. Тогда коррекция была 40%. За вчера биткоин пережил 11% коррекцию. Является ли эта коррекция началом чего-то большего, чем просто 10% падения на краткосроке? Нам нужно расслабиться и сосредоточиться на фактах, представленных графиками и историей. Я стараюсь не поддаваться эмоциональному подъему вслед за ростом цены, для того, чтобы и ты не поддавался этим эмоциям. Но также я не хочу, чтобы ты впадал в слишком глубокую депрессию и нападение цены. Ведь это разрушительно и для тебя, и для твоего портфеля. Оставайся уравновешенным, и ты заработаешь намного больше денег, чем подавляющее большинство остальных, кто контролировать свои эмоции еще не научился. Но давай обсудим факты. Итак, мы зашли в эту желтую зону, что происходило буквально 8 раз в истории биткоина. И 4 из них были предвестниками либо наступления вершины рынка, либо наступления того, что называется мид-топ, вершиной середины рынка. После чего наступал окончательный пик цикла. Как, например, вот здесь в 2013. Хорошей новостью является то, что биткоин обычно попадает на территорию такой перекупленности дважды за цикл. Например, у нас была одна вершина прямо вот здесь, перед окончательной вершиной цикла, вот здесь. И здесь мы зашли в первый раз в этот канал перед тем, как несколько позже обозначить окончательную вершину цикла. И здесь произошло то же самое. Мы вошли в эту территорию, но окончательный пик цены того цикла наступил лишь тогда, когда мы зашли на эту территорию во второй раз. Вот мы вошли в этот канал раньше вершины, а вот это уже была настоящая. И вот мы вошли в этот канал раньше вершины, а вот это была настоящая. Надеюсь, ты понял этот паттерн и осознал, что в каждом цикле мы заходили на эту территорию два раза. И это означает, что биткоин, скорее всего, и на этот раз зайдет на эту территорию еще один раз. А значит, эта коррекция не будет переходом в медвежий рынок. И после нее цена еще продолжит расти, пока не установят окончательный пик цикла. Итак, факты говорят о том, что мы сейчас перегреты. И сейчас мы должны обращать внимание на искривление этой линии. Почему? Вот показательный пример. Каждый раз, когда эта линия входит в эту желтую зону, а затем начинает изгибаться вниз, это и был признак начала коррекции на рынке. Мы поднимаемся вверх в этой желтой зоне, а затем разворачиваемся вниз. И это наш сигнал. Тогда коррекция была на 75%. Далее снова такая же история. Зашли в желтую зону, немного выросли и пошли на разворот. И это сигнал на коррекцию. И дальше, точно так же, как по шаблону, здесь коррекция была, правда, только на 40%. Простыми словами, как только после вхождения в желтую зону мы видим разворот этого графика, это сигнал о том, что можно ожидать достаточно глубокую коррекцию на рынке. И можно откупать на минус 40%, на минус 75% и так далее. Вот где вещи становятся интересными. В каждом цикле мы заходили на желтую территорию перекупленности дважды. Первый раз это был предпик, и второй раз финальный пик цикла. И этот финальный пик можно было распознать также и по медвежьей дивергенции, когда цена между этими двумя пиками росла, а индикатор между ними падал. Это медвежья дивергенция. Здесь было так, и здесь было так. Таким образом, медвежья дивергенция также обозначает финальный пик цикла. Естественно, сейчас мы ее не наблюдаем, потому что мы вошли в эту желтую территорию только один раз. Пока что. Перейдем к следующему графику. Это месячный график биткоина и стахастический RSI. И здесь мы видим, что наш стахастический RSI буквально равен сотне. Что означает, что у нас уже нет импульса на месячном графике. Однако мы можем продолжать расти даже на таком уровне, что мы и делаем уже в течение последнего месяца. Что мы здесь должны ожидать? Это пересечение синий и оранжевый скользящих сверху вниз. Каждый раз, когда это происходило в прошлом, цена биткоина корректировалась. И что самое интересное, пока что этого пересечения нет. Двухнедельный и месячный график мы рассмотрели. Теперь давай посмотрим на недельный. Мы попытаемся взглянуть на ситуацию с нескольких точек зрения, чтобы попытаться собрать факты воедино и сделать вывод. В конце видео я расскажу тебе, что, по моему мнению, следует делать в данный момент. Но это не совет. Это не призыв к действию. Я не могу принимать решения за десятки тысяч человек. Я не имею такого права. Это информация только для образования и развлечения. Не более того. Это RSI на недельном графике биткоина. И мы видим, что он сейчас поднялся выше 89 пунктов. Красными стрелками обозначены моменты, когда он делал это в прошлом. Это просто факт. Рынок перегрет. Если RSI находится от 70 до 100. Это значит, что большинство покупает. И самое интересное, что оно обычно покупает в худшее для этого время. И продает, кстати, тоже не в самое подходящее для этого время. Они всегда продают, когда недельный RSI находится ниже 40 пунктов. Хотя на самом деле это как раз то время, когда и нужно покупать. А думать о фиксировании прибыли нужно тогда, когда RSI подбирается вплоть до 90 и выше. К сожалению, многие делают все наоборот. Почему? Потому что так диктуют эмоции. Когда RSI ниже 40, на рынке царит атмосфера ужаса и страха. Всем очень-очень страшно. Все ожидают цен еще ниже. И наоборот, когда RSI выше 70, на рынке царит эйфория и предельная жадность. Нужно контролировать свои эмоции. Никогда не стоит впадать в депрессию на медвежьем рынке. Наоборот. Никогда не стоит становиться слишком оптимистичным на бычьем. Нужно оставаться уравновешенным и принимать взвешенные решения. Нужно совершать сделки, основываясь на фактах и стратегии. А не на основе эмоций, которые продиктованы либо супер оптимистичными видео на ютубе во время булрана, или супер пессимистичными видео на медвежьем рынке. Нужно придерживаться без эмоциональной стратегии и смотреть на факты, какими бы они ни были. Когда RSI биткоина был таким же высоким, как сегодня. Например, вот здесь. Заметь, однако, что тогда, после вот этой коррекции, биткоин продолжил расти дальше, пока не достиг финального пика цикла. Это, кстати, совпадало с вхождением этого индикатора на желтую территорию во второй раз, как мы говорили ранее. В этом цикле мы были на таком уровне дважды. Первый предупредительный и второй уже окончательный пик цикла. Здесь произошло нечто подобное. Предупредительный и финальный. Но заметь еще раз, что окончательный пик RSI не приводил к немедленному развороту рынка. Наоборот, биткоин переходил финальные забеги вверх. Иными словами, достижение RSI 90+, не означает незамедлительного финала роста цены, но уже ему предшествует. Что еще интересно? Здесь есть закономерность. В первом рыночном цикле биткоина у нас было 4 пика RSI, во втором только 2, но очень сильных, в третьем лишь 2, но уже достаточно слабых. Ну а затем был всего лишь 1 пик, но зато он сопровождался сильной медвежьей дивергенцией. Итак, сейчас мы оказались на том уровне, который был достигнут биткоином лишь несколько раз в его истории. И мы постоянно хотим верить в то, что будет бесконечный рост без откатов. Но ничего не может расти постоянно вверх. Откаты нужны, чтобы снимать перегретость рынка, чтобы у нас снова появился импульс для роста. И сейчас рынок реально перегрет, об этом говорят факты на графике. Вот почему коррекция происходит и может быть немного глубже, чем 10%. И это хорошие новости для биткоина, ведь после этой коррекции мы пойдем дальше вверх. У нас уже будет момент, импульс и место для этого. Кроме этого, эта коррекция предоставляет невероятную возможность покупки для тех, кто ждал этой возможности. Посмотри на этот график индекса страха и жадности. Мы находимся вот здесь, на стадии экстремальной жадности. И в последний раз мы были здесь в 2021 и 2019. Как звучит одна из самых известных цитат за всю историю человечества. Когда другие жадничают, нужно бояться. И наоборот, когда другие боятся, мы должны жадничать. Вот так все просто на словах. Но на самом деле, вспомни свои эмоции, когда биткоин упал с 69 тысяч долларов до 16 тысяч. Тогда покупать было очень страшно. А затем, когда биткоин вырос с 16 до 70, уж очень-то захотелось его купить из-за синдрома упущенной выгоды. Очень сложно контролировать эмоции. Эмоции сводят с ума. Итак, давай соединим это воедино. Personal Hybrid Indicator, RSI и Stochastic. Учитывая, что мы зашли в желтую зону лишь один раз, а на Stochastic нет пересечения сверху вниз, у биткоина все еще есть импульс. Значит, 70 тысяч долларов это еще не окончательный пик цикла. А значит, любая глубокая коррекция будет хорошим шансом купить перед походом на новые исторические пики. Глубина коррекции зависит от закрытия недельной свечи, которая закроется в 11.59 вечера по всемирному координированному времени в воскресенье. Если эта свеча закроется на уровне 63-67 тысяч долларов или тем более ниже, это будет очень медвежья свеча. Однако, ничего не может расти вверх без откатов и ничего не может идти прямо вниз без отскоков. И что на нашей стороне, так это то, что, как мы выяснили, совокупность индикаторов показывает, что у биткоина все еще есть некоторый импульс. Итак, вот вопрос на миллион долларов. Будет ли биткоин продолжать эту коррекцию? Для этого нужно, чтобы этот график развернулся вниз. Пока что этого нет. И мы увидим, начнет ли он этот разворот спустя 9 дней. Мы также говорили об этом графике, стахастическом RSI на месячном графике. Нам нужно, чтобы синяя скользящая пересекла оранжевую сверху вниз. Этого тоже пока что нет. Мы узнаем, будет ли это спустя 16 дней. Поэтому нам придется набраться терпения. Мы говорили о том, что мы перекуплены. Это просто достоверный факт. И мы начинаем видеть небольшой разворот на этом графике. Но нам нужно еще немного подождать. На этом графике мы также видим, что импульс все еще на нашей стороне. И мы до сих пор поддерживаем поддержку на этой структуре. В итоге закрытие этой недельной свечи очень важно. И если здесь будет разворот графика вниз, здесь будет пересечение, а поддержка этой структуры будет сломлена, то коррекция на рынке продолжится. Все эти факты будут доступны нам уже в воскресенье в 11.59 по всемирному времени. И по их результатам мы сможем делать выводы о том, продолжится ли эта коррекция. Поэтому мы должны быть терпеливыми. Мы должны оставаться уравновешенными. Однако в итоге я все равно считаю, что оставаться вне биткоина гораздо рискованнее, чем быть в нем. Особенно на длинной дистанции в 10 лет. Поэтому я никогда, никогда не продам все свои биткоины. Какую-то часть из них я оставлю собой навсегда. На бычьем рынке, тем не менее, покупать следует в его нижней части. Две лучших точки входа в нижней части, которую легко определить. Достаточно посмотреть, находится ли цена биткоина ниже 200-недельной скользящей. И в первой фазе бычьего рынка. Первая фаза бычьего рынка это накопление после достижения дна медвежьего рынка. И выход из этого накопления. Когда биткоин упал до 18 тысяч долларов, я выложил на канал шортс о том, что это было дно. Множество графиков, которые прямо кричат о достижении дна. Мое честное мнение, которое я уже не раз озвучивал. Большинство людей на любом рынке исторически пропускает дно. Почему? Потому что они сидят и ждут еще более низких цен. Ты никогда не словишь дно, запомни. Но ты можешь накапливать монеты по мере его достижения. И после, когда начнется бычий рынок, ты не пропустишь свои прибыли. Если же ты будешь ожидать более низких цен, то потом ты будешь покупать на бычьем рынке и, скорее всего, потеряешь деньги еще раз. Если опустить свои эмоции, я бы сказал, что очень много фактов указывают на то, что дно уже было или близко. Да, биткоин упал позже до 16 тысяч долларов, но точно дно определить достаточно сложно. Мы с тобой просто определили диапазон от 20 тысяч долларов до 18 тысяч долларов, в котором было лучшее время для покупки. Затем, когда биткоин вышел из зоны накопления, это была первая фаза бычьего рынка. И это был второй шанс купить биткоин. Сейчас мы находимся в третьей фазе бычьего рынка. И для меня на самом деле покупать биткоин уже поздно. Однако, как мы уже говорили ранее, большими возможностями покупать его станут большие коррекции. Коррекция на 15, 25, 40, даже 75 процентов. Это возможности купить уже в разгаре бычьего рынка для тех, кто не успел купить в нижней части рынка и в первой фазе бычьего рынка. Также крайне важно не продавать полностью свой портфель на бычьем рынке, иначе ты рискуешь пропустить еще большее движение. В идеале, первая продажа должна вернуть твои вложенные деньги. А затем я бы рекомендовал расставлять лесенку ордеров. Причем по более низкой цене мы фиксируем меньшие объемы, а по более высокой – большие. Таким образом, средняя цена продажи станет выше. Это как бы инвертированное долларовое усреднение. Но также я хочу, чтобы ты торговал меньше. Подавляющее большинство наблюдающих за рынком людей переторговывают. Переторговка снижает качество твоей торговли. И приводит к тому, что ты постоянно пытаешься либо отыграться за убытки, либо гнаться за прибылью, которая уже свела тебя с ума. И то, и то плохо, потому что закончится полным сливом депозита. Поэтому торгуй меньше, будь уравновешен и продолжай поступать вопреки толпе. Вот небольшой пример на этом цикле. Здесь были коррекции на 40%, 30%, 25% и так далее. Это были возможности. Но также продавать все инвестиции в середине цикла было бы неправильно. Мы вошли в желтую территорию первый раз. Это привело к большой коррекции. Но окончательный пик рынка случился вскоре после того, как мы вошли туда во второй раз. Если бы ты продал все в первый раз, ты бы пропустил вот это движение. Сейчас, в 2024-м, мы зашли на эту территорию только первый раз. Когда мы зайдем туда во второй, вот тогда мы можем говорить о том, что вершина этого цикла не за горами. И еще раз, обязательно учитывай возможность медвежьей дивергенции между первой и второй вершиной этого индикатора. Когда ты ее увидишь, ты поймешь, что окончательная вершина биткоина будет еще выше, чем мид-топ. Серединная вершина. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу и мне находить мотивацию для создания нового контента. Меня зовут Богатейший Ди. Мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok